Большое спасибо. Добрый день всем. Я благодарю, что меня пригласили в эту сессию, и постараюсь за 20 минут быстренько поделиться, рассказать какую-то, даже дать технологию, мало того, что взгляда, дать технологию того, как руководителю НКО разрабатывать свой личный проект и почему это важно. Я сейчас включу презентацию. Видно ее, да, надеюсь? Подскажите. Отлично, все хорошо. Да, значит, в двух словах, чтобы не буду долго про себя говорить. Да, я практик, я маркетолог с 20-летним стажем в бизнесе, поэтому, в принципе, так уверенно говорю какие-то вещи, которые видела на практике. Я преподаю брендинг-коммуникации, развитие бизнеса и одновременно являюсь спикером-консультантом в области персонального бренд-менеджмента. И у меня есть свой авторский курс, где я вот как раз учу технологии, как строить личный брендинг. Почему? Потому что сейчас эта тема, она в России зазвучала, этой теме 20 лет уже, как минимум, в Америке она началась, именно как классическая тема. И вот сейчас она пришла в Россию, она разворачивается. Она, конечно, стала актуальной не просто из-за информационных технологий, а еще из-за того кризиса в этом году, который случился глобальный в мире, который подтвердил, что то, что нам говорил в свое время гуру, персональный брендинг-компитерс есть, еще в 98-м году он говорил о том, что наступает эра я-брендов. Почему? Потому что эра системных корпораций разваливается, подходит к концу, и очень многие люди должны будут именно за счет себя, за счет своей личности, как бы, работать, работать и не ассоциировая себя с какой-то большой корпорацией, а именно счет себя, работать и быть активизированным, и он говорил, когда ему сказал, что наступает эра я-брендов. И вот она наступила, и, в общем-то, то, что сейчас все пытаются делать в России, это очень важно, но не совсем полно, не совсем темно, и, к сожалению, когда речь идет о персональный брендинг, чаще всего говорят про коммуникацию, и чаще всего говорят про имидж, как человек должен себя, как он должен выглядеть, и что он должен говорить, сразу вспоминают соцсетки, инстаграм и так далее. Это немножко не так, а это немножко больше, и я вам сейчас хочу об этом вкратце рассказать. Самое интересное, что у любого человека уже есть бренд, и, говоря и о руководителях НПАО, и о руководителях предприятий, у человека есть бренд, потому что что такое бренд? Это ваша ценность в глазах рынка. И самый главный вопрос, стоит ли иметь с вами дело. Вы знаете, там ваша разница в том, как люди раньше себя воспринимали, люди шли от себя. Какой я, каким я себя вижу, как я себя веду, как я работаю? А ценность в глазах рынка. На любой товар, в любую сумму. Продукт может о себе думать достаточно много чего, но рынок может видеть это совершенно иначе. И поэтому вот как раз для руководителя НПАО такой щепетильной темы, щепетильной организации, у которых достаточно разные представления. У нас как раз руководитель НПАО является самым представителем, лицом, отражением всех ценностей, того активности, того поведения, того, что несет, собственно говоря, его организация. Точно так же, как и любой руководитель в бизнесе. Но второе важнее. Я продолжаю свой рассказ о персональном бренде руководителя НКО. И я вернусь к тому месту, что у любого человека уже есть бренд. Почему? Потому что персональный бренд – это ваша ценность в глазах рынка, в глазах общества. Это то, как люди вас воспринимают, то, какую ассоциацию вы рождаете, как руководитель предприятия или компании. Так вот, в НКО это, наверное, даже важнее, чем просто в бизнесе, потому что это, в общем-то, активность такая щепетильная, тонкая, вызывающая огромное количество эмоций. И вот поэтому личность руководителя, если у нее выстроен хороший персональный бренд, то это очень-очень сильно помогает бизнесу. И мы знаем ряд примеров известных людей, которые своей личностью очень сильно развивают, раскручивают ту благотворительную и некоммерческую деятельность своих предприятий. Что такое, как вам сказать, что такое ценность? Здесь есть такая тонкость. Я вот до этого говорила, сейчас повторю, потому что это очень важно. Раньше люди шли от себя. Мы все говорили о том, что я такая-то, я возглавляю такой-то фонд, я возглавляю такую-то компанию, такой-то отдел. Но в персональном бренд-менеджменте, по идее, все с точки зрения наоборот. Это рынок и общество смотрят на вас и задают вопрос, что возвраты для общества, пользуясь курицентами. И самое главное, это вопрос, что это привесное дело. Потому что они делали с вами лично, как руководители. И если вы стептичны оппонентам общества, если вы вызываете доверие и уважение своими делами, своими личными историями, своими детствами, своими жизни, то это очень сильно влияет на личные задачи. Бытует такое мнение, как различить бренд или самопиар. Сам себя, говорят, в России, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Но здесь очень важен вопрос, как. Потому что мы зачастую слушаем человека, он нам о себе рассказывает. И мы слушаем, и возникает такое отторжение, о том, что когда вы рассказываете о себе, почему? Потому что человек рассказывает обществу или вам о себе не с точки зрения пользы для вас. Личный бренд рассказывает о себе с точки зрения той пользы, которую он может вам принести, или общество может принести, или своем коллеге вам принести. Вот это огромное, когда вы разговариваете с человеком, когда он вам рассказывает о своем личном бренде, или представляет себя, если вы слышите сразу, что он может для вас сделать, это в большей степени признак личного бренда. И вот сегодня я хочу этим кратким выступлением вам рассказать о шести шагах, которые нужно проделывать, пройти для того, чтобы выстроить личные данные. Вы можете себе это взять на метку и уже заработать, и этим пользоваться. Но прежде чем перейти к шести шагам, я хотела бы сказать кратко о таких важных вещах, как смыслы. то тогда давайте, раз сложно показать презентацию, я вам на словах расскажу самые главные вещи. Прежде всего, личный бренд, он неотделим от личной стратегии. То есть в бизнесе, когда мы, скажем, затеваем и делаем брендинг, он делается только после того, как сформулирована бизнес-стратегия. Если нет у компании стратегии, и если у НКО нету стратегии, то бренд достаточно бессмыслен, потому что он переводит стратегию компании на язык потребителя. У человека то же самое. Если у человека нету личной стратегии, а что такое личная стратегия? Это путь из точки А в точку Б, когда человек очень хорошо понимает, куда он идет и зачем он это делает. Вот если у людей нету такого понимания, такой формулировки, нужно заняться в первую очередь вот этим. А второе уже бренд менеджмент, персональный. Персональный бренд менеджмент начинается с аудита, с персонального. Персональный аудит – это инвентаризация всего того, что есть у вас как у личности. Это ваше образование, это навыки, это бэкграунд, все, что вы в жизни делали, включая хобби и увлечения. Почему? Потому что руководитель и бренд – это личность разносторонняя. Это не только про то, что вы делаете. И как раз-таки это очень сильно поможет и в коммуникации впоследствии, о том, о чем рассказывать, и во многих остальных вещах. Это первый, самый первый шаг, с которого начинается брендинг, потому что маркетинг не существует никогда без исследований. Очень многие люди строят свой собственный бренд не на собственных ценностях. Очень важно в инвентаризации выцепить и сформулировать свои собственные ценности, свои собственные убеждения. Зачем вы вообще что-либо делаете каждый день? Потому что когда люди строят и придумывают свой бренд, фантазийный, не основанный ни на каком, ни на своем, ни характере, ни на склонностях, ни на чем, получается вот такой вот достаточно фейк. И люди говорят, что очень тяжело в этом жить, потому что они в этом образе просто стоят на цыпочках и что-то из себя изображают. Это первое. Второй шаг – очень важно сформулировать позиционирование. Что такое позиционирование? Это формулировка, о чем вы и где ваше место на рынке. Причем эта формулировка должна включать в себя буквально 3-4 предложения, два абзаца, и чтобы вы умели это произносить четко, быстро, уверенно за 10-12 секунд. Потому что люди не могут долго воспринимать и слушать. Сейчас внимание около 8 секунд люди могут удерживать. И вот за эти вот 8-10-12 секунд нужно четко сказать обществу, рынку, где бы вы ни выступали или не общались, про что вы и какую пользу вы можете оказать своему собеседнику, оказать своему рынку. Это второе. Третье. У вас должен быть зафиксирован стратегический план на 5-7 лет вперед. Вы должны очень четко себе представлять, кто вы через 5 лет, а лучше через 10. А большие организации, все и большие лидеры, кстати, прописывают свою стратегию на много десятков лет вперед. Почему? Вы сразу же зададите вопрос. Через 10 лет, 15, все на свете по-другому будет. Конечно, будет. И вы будете корректировать свою тактику. Но стратегия – это вектор. А вот вектор, желательно, как бы не должен меняться. И этот вектор должен быть понятен в первую очередь вам. И если вы поинтересуетесь у людей, которые многого добились, там, последний яркий пример не НКО, а Илон Маск, например, и лидеры НКО в том числе, между прочим, большие, они очень четко понимали, куда они идут и куда они должны прийти. Это третий шаг. Четвертый шаг, о котором очень мало в России говорят, но это очень важно, и Ирина в выступлении это затрагивала. После того, как вы эти три вещи сформулировали, а эти три вещи говорят о том, почему вы интересный лидер и почему нужно иметь с вами дело. Четвертое – это социальный капитал. Вам нужно собирать вокруг себя круг людей, которые будут с вами, соратниками, двигаться по пути вашей стратегии. И эти люди должны быть не случайными. Человек может 15-25 контактов удержать в поле своего менеджмента. То есть с 15-25 человеками вы можете общаться и управлять отношениями. Все остальные люди – это уже соцсети, это какие-то более широкие круги. Так вот, вот эти 15-25 человек у вас должны быть прописаны, выписаны, осознаны, что это за люди, которые будут соратничать с вами, переставлять вас из той позиции, в которой вы сейчас находитесь, вперед, на много шагов вперед, на шахматной доске жизни. Эти 25 людей сегментируются определенным образом, об этом я здесь не успею рассказать, но они делятся на категории и являются катализаторами вашего движения по персональному бренд-менеджменту. Пятый шаг. Вот после всего того, что вы с собой продумали, проделали, сформулировали и собрали социальный круг, вот только после этого нужно создавать имидж, то есть визуальную упаковку себя как бренда, как вы будете выглядеть, как вы будете себя вести, какой голос, какая невербалика. Огромное количество нюансов, о которых в рамках персонального бренд-менеджмента говорят, потому что человек выглядит как целостная структура. И шестой, только шестой пункт, шестой этап – это коммуникация. Это то, с чего ошибочно всегда начинают соцсети и так далее. Нет, это коммуникация, это последняя, это демонстрация общества, ценности и убеждений, активности того персонального бренда, который вы собрали для себя и уже им работаете. Есть еще один очень важный момент, две минуты буквально о нем скажу, завершая, что персональный бренд живет таким образом. Его нужно сначала собрать, сначала проанализировать, что у вас есть сейчас, какие ассоциации вы вызываете, как вас видит общество. После этого его нужно создать, то есть пересобрать осознанно, для того, чтобы вызывать именно те ассоциации, ту ценность, которую вы хотите вызывать в глазах общества. А потом в это нужно вжиться, потому что человек живет паттернами, он повторяет достаточно в силу устройства нашего мозга те действия, те коммуникации, те жесты, что он привык повторять, поэтому во вживание как бы пересобранного, переосознанного бренда это тоже определенное время. И если вот таким вот, это система, это системный подход, это нужно делать регулярно, узнать, как делать, и делать это регулярно. И вот тогда человек становится брендом, брендом человек, это не значит, что он какой-то медийная персона или охватная, это все в коммуникации. Это тот человек, к которому тянутся, который востребован, и который может влиять на общественность положительным образом.